Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Это вся моя банда. Насенька, Артемчик, Родиончик и Третий Малыш. Мы целых три дня простояли в Голубицкой, это берег Азовского моря, с палаткой. Мы стояли на диких пляжах. Было великолепно. Кто не посмотрел два выпуска с этих мест, посмотрите ссылочку, я оставлю в описании под этим видеороликом. А сегодня мы собираемся и хотим вам показать Голубицкую. Что там есть, прогуляемся по различным районам. Хочу сразу сказать, что Голубицкая это большая станица. Мы много где-то уже поездили, когда искали это место. Будем ехать и какие-то моменты будем показывать из машины. Какие-то моменты будем проходить и показывать пешком. Не буду затягивать, давайте начинать. Так, ребята, вот мы сейчас в районе, где мы стояли дикарями. И вот тут можете посмотреть, какая есть цивилизация. То есть, есть детский Вегас, мясо и хлеб, кубанская винная компания. Вот, ну здесь такая некая движуха есть, здесь такой частный сектор, то есть новая постройка. Вот так даже, наверное, правильно будет выразиться. Вот. И идут всякие надувашки и проходы к морю. Вот, здесь также можно припарковаться и пройти тут же и пляж. Так, вот видите, здесь такие парковки-парковки. Сейчас мы вот остановимся и выбросим мусор, который мы там накопили. И если вы отдыхаете так же дикарями, то никогда не оставляйте за собой, ребята, мусор. Берегите природу. Я показывал выпуск, какая там дичь. Вот все, что мы намусорили и выкидываем. И едем дальше. Вот тут вот есть, значит, видите, заезд на парковку. И вот он сразу проход к морю. Вот автокемпинг. Да, там автокемпинг. Здесь, кстати, вот эта вся береговая линия усыпана кемпингами. Сейчас будем проезжать, прям, посмотрите. Вот тут вот спортивный по левую руку комплекс. Спортивный, детский. Вчера какой-то движ у них был, диджей какие-то играли. Искотеки, как в лагерях. Частные, частные какие-то гостевые домики. Вот, это называется Олимп. Так, следующее. Еще идет какой-то тоже детский, спортивный. Справа вот этот заборчик белосиний. Это что-то детский пляж от Гаспрума. Видимо, относится к этим спортивным. Полицейский. Дом с северянками. Ну, может быть так. Да, к северянке, да, это вот она. Видите, с левой рукой. Это оздоровительный центр, скорее всего. Вот, оздоровительный центр от Гаспрома северянка. Вот так вот. Так, и дальше, видите, вот прям начинается уже такая движуха туристическая. Здесь палатка на палатке, магазин на магазине. Вот, видите, всякие мини-маркеты, столовые. Вот буквально чуть-чуть от нашего места, буквально, да, там, ну, километр, может быть, и все. И тут вся движуха. С правой рукой это автокемпинги. Но они все ужасные. Мы в несколько так заглянули, конечно, и все. И думаю, ну нафиг, тысячу рублей платить. И не за что, это, конечно, жесть. Вот всякие, видите, шашлыки, живое пиво, надувахи. Что тут еще есть? Да, и все, что нужно для пляжа. Фрукты. Ну да, вот даже есть аптека. Не дай бог кому-то нужно. Вот, знаете, что вот тут есть аптека. Это как ориентир курортная 127. Магазин, вот что купила, карты здесь принимают. Фрукты, арбузы. Вот еще, а, рынок Кавказ. Тут начинается. И вот тут вот тоже вход на пляж. Вот так вот. Вот еще фрукты, овощи, вина. Ну, короче, все в таком вот стиле. И здесь находится большой магазин «Магнит». Мы сейчас туда тоже заедем, мороженое купим. Вот, видите, здоровое питание столовая. Проход к морю. Вот прям тут. И это не самая центральная часть Голубицкой. Центральная там дальше. Вот она парковка «Магнита». Магнит достаточно большой. Ну, дальше вот, смотрите, сразу идет опять магнит. Это буквально мы проехали 20 метров от того магнита. Здесь есть детская площадка. Вот слева, видите, детский игровой комплекс. Вот так вот, покажу вам. Вот. Медленно проедемся здесь. Немножко вам покажу эту Голубицкую. Вот, здесь людей очень много. Здесь вот прям такая движуха туристическая, курортная. Многие проходы к морю, конечно, перекрыты, потому что располагаются а-ля какие-то там пансионаты у них. Вот, они все закрыли. Вот здесь крокодиловая ферма. У правой стороны. Так вот, видите, комплекс открытых бассейн. Голубицкая прибрежная, 75, база отдыха, кооператив. Вот, видите, столовая, суши, роллы, есть-поесть. Так, вот, значит, смотрите, колесо зрения. Мы с вами будем идти пешком от зоопарка. Здесь, в общем, есть, смотрите, цена билета 600 рублей, единый билет 700. Дети до трех лет бесплатно. Называется зоопарк Лукоморье. Здесь везде есть такие баннеры, вывески. Вот тут есть туалет за 20 рублей. И сейчас будем двигаться в ту сторону, а пойдем потом к морю, туда, в сторону колеса обозрения, посмотрим, что там. Так, вот такой вот зоопарк. Есть такие там внутри декорации. Есть, значит, сразу такой вот прокат ужасных электромобилей. Блин, хоть бы обновились перед началом сезона. Настен, куда пойдем? Так, вот такое вот здесь кафе. Видимо, здесь у них туалет 20 рублей. Сделано, такая у них территория. Сцена. Голубицкая, 20-21. Смотрите, какой большой. Кто это? То ли это динозавр, то ли это кто? Ну да. Паровозик. Детская железная дорога. Дракон 350. Детский лабиринт 200. Машинки, гироскутеры 20. Паровозик Гена 200. Так, и вот такая еще зона аттракционов. Виртуальная реальность. Кругунки, вот совсем детские кругунки. Да, в таком состоянии, конечно. Блин. Меня, конечно, цепляется так, когда не могут перед сезоном сделать свеженькое. Так, и здесь вот на входе, получается, есть зебрабар. И все, и мы выходим из этой зоны. А здесь есть такой есть прудик. Утя, утя здесь, наверное, уточки плавают. Так, что здесь? Аквапарк 500 метров. Экзотик парк 800 метров. Крокодиловая ферма полтора километра написала нам. Вон в ту сторону. Вот такой вот пруд наполняется. И куда-то уходит вода. Здесь, смотрите, есть, получается, дельфинарий. Вон там дальше колесо обозрения. Нам нужно перебежать дорогу. Руку давай. В общем, перешли мы дорогу. Здесь, видите, начинается прям такая туристическо-надуваемая дорога. Вообще, я тупо одни надуважки, полотенце. А ну вот сувенирочки, да, кому-нибудь что нужно. Холодные напитки. О, да, сейчас не помешало бы. Кстати, мы сейчас найдем какую-нибудь столовку. Тоже хотим еще кушать. Покушим, заодно посмотрим на качество. Покажем ценники в столовой. Вот, смотри, 10 сетей экскурсии. Можно заказать чебуреки. Квас, лимонад, но пока не функционирует. Меридиан кафе. Так, я идея, смотрите, вот пункт полиции даже. Сыроварня, шашлык. Так, и магазины продуктов. Так, ребятки, двигаемся дальше. Ой, какие здесь торты огромные. Так, зашли мы в столовую. Есть поесть. Вот на паузу нажимаете. Ценники смотрите. Ань? Коклета есть, посмотри, коклета есть. Вот, вот, значит, по блюдам. Пюре нет, Настен. Так, у них, короче, такая вывеска солидная. А что-то по факту раковина грязнющая такая. Вот. Так, держи. Мы взяли, смотрите, 4 пюрехи, 4 котлеты, 4 куска хлеба, 4 комфота. Вышла у нас на 720 рублей. Вот так вот. Ну, я считаю, что дороговато. Все, ладно, нам приятного аппетита, и дальше идем обозревать. Блин, в этой столовке еще и зашли в туалет, и вычумели. Ну, короче, я порекомендую, мне, ну, наверное, нет, а там сами, короче, решайте. Вот. Зашли еще в столовку по соседству, там тоже такая так себе. Вот, в итоге, короче, ну, мы-то поесть поели, но ладно, идем дальше смотреть на станицу. Вот такие туристические палатки повсюду. Пансионат Надежда там виднется. Здесь, получается, видите, вывеска крокодиловая ферма, комплекс открытых бассейнов. Не знаю, где он здесь находится, этот оазис. Так, искать уже его не будем. Вот. Ну, все, дальше туристическая улица. Там начинается пляж Кавказ. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Смотрите, здесь есть аквапарк. Морской риф называется. Горки, бассейны с подогревом, пеной, дискотека, кафе. Что там? А, гостиницы еще даже есть. Вот так вот. Это напротив таких вот палаточек, как всегда, да, традиционных. Везде вот эти, получается, вывески аквапарки. Вот, ну, машин много. Вы сами можете заметить, что людей в Голубицкой отдыхает огромное количество. Сейчас дойдем до пляжа, посмотрим, как дела обстоят на пляже. Вот, посмотрите, море буквально метров 20, но вся вот эта береговая линия закрыта вот так заборами. То есть, каждый участок поделен, и все это относится к каким-то там пансионатам, причем висят таблички, что, мол, типа, проход посторонним запрещен. Вот, здесь красная табличка. Посторонним вход запрещен, сквозного прохода нет. И вот так вот разделена вся территория. Поэтому, чтобы людям обычным, смертным, так сказать, попасть на пляж, нужно обходить вот туда, далеко идти, либо в ту сторону, как он, пляж Кавказ, по-моему, называется, где рынок Кавказ. Вот, собственно, и мы тоже идем в ту сторону. Вон уже, я вижу эту табличку. Но, конечно, это неудобно. Так, ну что, вот мы увидели проход к морю. Вот мы оттуда пришли. Вот, видите, вот так вот получается забор. Че к чему, не знаю, стыд стул. Видимо, чтоб машины не заезжали. Вот. И все, заходим. Я вот говорю, до моря буквально 20 метров, но все вот так вот перекрыто и приходится ходить. Именно поэтому мы здесь отдыхали на диких местах. Кто не посмотрел, еще раз группов посмотрите выпуски. Я думаю, что многим понравится. Посмотрим, какая здесь сейчас береговая линия. Думаю, искупнемся. Может, и по пляжу еще немножко пройдем. Посмотрим ту сторону, которая, получается, справа. Здесь, видимо, тоже когда-то Баса какая-то была. Но сейчас вот так как есть. Вот, как много людей. Как много людей. Вы только посмотрите. Да, ну не знаю, сейчас позволит ли нам Настенька всем окунуться. Сейчас будем спрашивать, а может он подальше сейчас найдем просто. Вот такая обстановочка тут, ребятки. Да, вообще небо и земля там, где мы стояли на диких местах. И море там такое чистенькое. Здесь как-то так себе. Но обязательно искупнемся. А там, посмотрите, просто сколько, сколько народища. Просто капсец. Вот так вот, а я еще слышу, читаю в комментариях, да ну, Азовское море, это ни о чем. Да сюда вообще никто не ездит. Да как не ездит-то? Посмотрите, вправо, влево, вообще все забито. Вот так вот, не любят. Так, моя банда зашла. Не надо здесь мерять, Артем. Так, ну что, вот вы сами видите состояние морюшка. Ладно, очень нужно окунуться, поэтому окунаемся. Окунаемся. Ну, только есть на волнах покайфовать. О, Радюша. Смотри, маленький пловец, который сегодня очень устал от жары, да? Поменьше туда. Оп. Сейчас пока волна будет. Так, во, волна. Моряка идет ради вам. Вот это, смотри. Ну, что-то слабенько. Вот тут вот, пляжка в Каспе. Посмотрите, поставили вот такие вот качели, как в оленевке на пляже. в Мирном. Так, и вот он, проход до Кавказа. Здесь, типа, сердце такое стоит. Вот такая вот обстановка. Проказ шезлонков, цена 100 рублей час, 150, 250 день. Вот, кому нужно. С 9 до 20. В общем, по-прежнему, ничего не изменяется. Везде вот эти туристические магазинчики. Плов 45 рублей, шашлык 45 рублей. А нет, цена зачернута, значит, нет. Чебуреки по 45. Вот так вот готовят с этой стороны такие же лавки-прилавки. Туалет вот тут есть, но он платный. Стоит 20 рублей. И вот такие вот беседки а-ля лавочки. Вот так вот. Вот. Есть настил, да, что-то очень приятно. В песочек идешь и хорошо. А на входе, ребята, вот есть вот такие выборы таких разных экскурсий. Видите, можете тоже, если будете здесь посмотреть, почитать. А мы быстренько переходим дорогу. Есть такие прилавки. Так все вкусно очень пахнет. Ну, как Настенька сказала, да, ну, как страшно это есть, потому что пыль, дорога, и далее, и тому подобное. то ли рынок, то ли что называется Кавказ. Вот такая вот станица Голубицкая. Как вам, кто любит здесь отдыхать, пишите в комментариях. Либо отдыхали, вам не понравилось, то обязательно напишите, почему. Но нам, в принципе, в принципе, зашла. Мне понравилось, что здесь очень много людей, значит, люди выбирают эту станицу. Но мы, если здесь, мы лучше выберем все-таки дикий отдых, а сюда будем гататься, например, под вечер, погулять, раствориться в этой всей туристической суете. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Всех обнял. Всем пока.